Всем доброго времени суток. Идем поход по речке Ингул. Всем доброго времени суток. Канал Рыбовод. Решили выйти с Кома в очередной поход по речке Ингул. Мы уже здесь были и в принципе идем по тому самому маршруту. Маршрут где-то 50 километров протяженностью от села Сидневка Устиновского района. Окончательная точка это Новый Бух. Решил снять видео, может кому будет интересно. Поход наметили на 4-5 дней, но с уклоном к рыбалке больше. Взяли спиннинги, такие удочки поплавочные. Взяли раколовку, которую я успешно использовал на острове Джарелгач. В общем мы приехали из Крыворога сюда на автобусе. Сейчас 1 октября. Сейчас осень, 1 октября. Хищник должен клевать очень хорошо. Поэтому поход будет проходить больше с уклоном в сторону рыбалки. В данный момент нас интересует больше рыбалка. В общем места прекрасные. Мы снова рады здесь очутиться. Будем снимать. В общем наш первый бросок, может бросок от села Сидневка к селу Ингульскому. Там есть такое святилище, что ли. Называется монастырище. Там такие монументальные камни большие, глыбы, мегалиты. В общем мы это все будем снимать. Как оно правильно называется? В народе называется монастырище. Что-то там непонятное нагромождение огромных валунов типа мегалитов. Причем как бы даже кирпичная кладка прослеживается. Кто говорит, что это славянское капище. Кто-то еще что-то. Кто-то что старый мост. В общем сами увидите, когда мы будем там. Покажем там. Мы здесь были два года назад, 1 мая. Сейчас правда 1 октября. Серега кум мой ездил уже сюда. Вот он рядом идет. Без меня ездил еще раза три. Чисто на рыбалку. В общем решили ловить хищника. Сейчас как раз пора. 1 октября. То есть окунь, щука сейчас ловится отлично. В общем идем в сторону Ингульского. Основной участок пути, который мы сегодня пройдем, мы снимать не будем. Так только изредка, потому что ничего интересного. Речка узкая. Дальше где она расширяется после села Ингульского, там уже интересно. Там уже будем снимать. Вот идем по такой вот дороге. Такая грунтовка. Она такая крошка, что ли. Такая непонятная. То ли известняковая, то ли вкрапление гранита встречается. Вот здесь коробки пасутся. А вон дальше вдалеке уже видно Ингул. Но мы не будем к нему близко сейчас подходить. Мы идем наикоротшим путем, чтобы как можно быстрее прийти к так называемому монастырищу, который находится возле села Ингульское. И там уже остановимся на стоянку. Приехали поздно. Сейчас 12 часов дня. Около того. Так как сюда идет всего лишь один единственный автобус. Раз в сутки в 9 утра. Он выезжает с Кривого Рога через Долинскую. Идет сюда около трех часов. Прошли где-то километра полтора. Стало очень жарко. Сейчас полдень. В общем разделись до термобелья. Будем идти так, потому что жарко, а в термобелье нормально. Серега тоже снимает кино. У него тоже свой канал. У него свое кино, как говорится. У меня свое. В общем, будем идти и снимать по мере продвижения. Здесь очень часто встречаются по пути вот такие вот белые камни, как кремнии. Их очень много. И вот такие вот большие куски. И такие вот поменьше. В общем, интересные места. Здесь красивые. Особенно красив рельеф реки Ингул. Здесь такие склоны крутые. Так речка петляет. Дальше вообще будет классно. Там каменные обрывистые берега. В общем, спешим туда попасть. В общем, как ни стараемся, все равно приходится лазить через овраги. Вот такие места получаются интересные. Такая балочка и дно каменистое. Видать, вода бежала, стекала туда вниз. В общем, идем. Приходится все равно идти через овраги. Они очень длинные. И мы не поймем, как нам лучше обходить их или пересекать. В общем, посмотрим, как дальше будет. А здесь, видать, добывают этот ракушняк или известняк. Даже не знаю, как правильно назвать. Вот такое место типа карьера. Устали. Поднимаясь по этим оврагам и опускаешься. Все равно приходится пересекать. Да, тут карьер такой своеобразный. И добывают известнячок или ракушнячок. Не знаю. В общем, такую породу. А вот здесь люди живут. Правда, электричества нет. Это по правую сторону Ингула. С противоположной стороны нет никакого поселения, ничего. А вот с этой стороны живут люди. Сараи там, дом. Видать, скотину содержат или пасут. Столбов не видно, электричества не видно. Ну, казавна привязана возле дома. Наши люди живут. Вот в таких вот условиях. Я золото нашел. Серега там говорит, золото нашел. Вот подошли к таким красивым скалистым местам. Блестит. Вот Серега нашел какую-то субстанцию. Не знаю. Ух ты, блядь. Песок. Как золотистый. Он не бронзовая стружка, блядь. Интересно, что это такое. Смотри. Надо взять самой, может быть. Лежит возле белого камня. Вот такого. Такое ощущение, что кто-то его сюда насыпал. Именно кучка небольшая. В общем, решили сделать передышку. Ровно два года назад, 1 мая 2016 года, в этом месте мы тоже делали передышку. То есть отошли мы километра, наверное, три от Сидневки, может больше. Уже очень жарко. Решили попить воды и отдохнуть. Вот такие скалистые берега. Вон сама речка течет. Как мы не хотели идти по ровному месту. У нас не получилось. Приходится петлять. Пересекать овраги. Ну, в принципе, все нормально. Вот тут такая большая балка. Такой огромный овраг. Наверное, шириной метров 200. Не знаю, довольно-таки глубокий. Сейчас придется его пересекать. Мы немножко уже подустали. Ну, грубо говоря, большую половину пути прошли. Но усталость уже чувствуется, так как рюкзаки тяжелые. Будем сейчас пересекать этот овраг. Вот тут на дне этой балки большой нашли такой огромный гриб лапоть. О, больше руки раза в три. Да, такой диаметр. А рука у меня не маленькая, мужская. Да, это не в лесу где-нибудь. Это в степи. И гриб такой мощный. На удивление. Что это за гриб, не знаю. Ну, такой приличный. Килограмм, наверное, весит один. Ладно. А нам предстоит подъем. Переход через вот такие расселины. Идем по селу. Дорога асфальтированная. Идти очень приятно, хорошо. После этих перепадов кучу гуровь и оврагов. В общем, когда идешь по-ровному, немножко отдыхаешь и даже как-то монотонно привыкаешь. Ну, только начинаются подъемы, все, сразу просыпаешься и начинаешь напрягаться. Ну, тут удивительно. Местами вообще новый асфальт положили в таком, так сказать, забитом селе. Я аж удивлен. Вот местами такие куски асфальта новые лежат. В общем, сейчас выходим за село Александровка. Это уже, получается, мы прошли половину пути сегодняшнего. То есть, половину пути до монастырища. Короче, прошли по полю. А тут еще вот такое вот ущелье. Опять его придется пересекать. Да, там есть. Я помню, я там переходил. Да. Там не полянка. Еще самое интересное, это ущелье поворачивает и идет фиг знает куда. То есть, мы бы его, если обходить, это очень-очень, очень далеко. Очень далеко обходить, нам тоже неинтересно. В общем, сейчас будем спускаться вон туда, перекурим и идем на ту сторону. И тут километра три остается где-то примерно до села Ингульское. Там еще три километра до монастырища. В общем, километров шесть еще осталось. Ну, приблизительно. Вот уже дошли к селу Анна-Требиновка. С той стороны речки. А здесь вот такие прикольные места. Скалы такие интересные. Самой речки не видно. Где-то петляет внизу. В общем, осталось немного. Вот уже подошли к селу Ингульскому. Я сильно устал. У меня ноги клинят. Даже судорога хватает. В общем, делаем частые передышки. А тут такая радость. Яблоки растут на берегу. Дикие. Никто за ними не ухаживает. Но такие вкусные. Не знаю, почему. Наверное, после усталости. Просто таких вкусных яблок, кажется, я не ел никогда. В общем, сейчас поедим яблочек. Мы уже съели по два. Я еще пришел на рву сейчас. Перекусим. Пойдем уже дальше. Осталось километра четыре. Вот речка. Там вот недалеко уже. Мост метров пятьсот отсюда. И мы перейдем по мосту. И от моста километра три. И уже будет монастырище. Вот, слава богу, подошли к мосту. Через Ингул. Село Ингульское. Сейчас мы через него перейдем. И потом за ним направо. И уже до монастырища километра три остается. Речка немножко обмелела, видно. Хотя и дожди были неплохие. Ну, рыба, я думаю, с нее никуда не делась. Сейчас скорее бы уже дойти на место и скинуть рюкзак свой любимый. Поставить палатку и чего-нибудь горячего приготовить. За сегодня только съели по пирожку, грубо говоря. И по два яблока или по три. Ну и все. По-моему, так. В общем, хочется горячего чего-нибудь. Сейчас чая заварим. Еще что-нибудь сварим. В общем, все. Переходим через мост и поворачиваем направо. Ну вот, наконец, подошли мы к монастырищу. Вот этот мегалит. Как бы видно, что вроде как его ложили. Такие кирпичи, вроде бы большие, огромные камни. Такое ощущение, что это кладка. Ну да ладно. Вот так выглядит это нагромождение камней. С той стороны тоже скалистый берег. А мы сейчас будем останавливаться вот где-то там, на той площадочке внизу. Мы там два года назад уже ставили палатку, отдыхали. В общем, нормально все. Дошли, устали очень. Не знаю почему. То ли с непривычки. Давно не ходили. То ли рюкзаки тяжелые. В общем, эти 15-17 километров очень тяжелые. Даже не знаю, сколько мы прошли. Потому что петлять пришлось и по врагам. И так, думаю, километров 17 все-таки мы дали. Плюс подъемы, спуски. На ноги мне очень дало ноги. Начало аж прихватывать. В смысле судорога брать. Ну, слава богу, добрались. Сейчас спустимся, будем ставить лагерь. В общем, выглядит этот мегалит внушительно. Я бы сказал, даже очень внушительно. И наверху огромные камни. Как их туда заперло, не пойму. И кто их туда запер. В общем, обходим это каменное строение. И ставим за ним не вдалеке палатку. Нашли. Да, наконец-то мы дошли до этого места. С такой тяжестью вот. Побросали рюкзаки. Пока даже и ничего доставать не хочется. Вот тут поставим палатку. Здесь она у нас тоже стояла. В общем. Вот здесь сейчас будем ставить ее. В общем, настал второй день нашего похода. Всю ночь шел дождь, тарабанил, тарабанил. Мы так устали, что долго не могли заснуть. Энергия прет. Не знаю, что жарко так. Я крутился всю ночь. Серега говорит, тоже просыпался несколько раз. Ну, ночью прошел дождь. Сейчас туман. Встали в 6.30. В общем, уже светло. Что-то такой облом, что-то делать. Но мы сюда пришли ловить рыбу. Поэтому сейчас будем ловить рыбу. Попьем чай, кофе и вперед с песней. В общем, споймал первого окуня. Вот. Начали кидать спиннинг. Сначала что-то не очень брало. А потом потихоньку начал оклевать. И вот вытянул окуня. Серега щучку вытянул. Я пока окуня. Вот тут такие места интересные. Камни. Огромные. Волуны такие. Вот целые пещеры есть. Вот под этим камнем можно от дождя спрятаться. Правда страшновато здесь сидеть. Такая глыба нависает. Ну, это я так, чисто, чтобы показать. Тут такие просто огромные валуны. Ну, правда, после дождя вот везде камни. И они страшно скользкие. Вот идешь и думаешь, как бы не гепнуться. Это я еще одной рукой снимаю и еду. Ну, в общем так, никого нет сегодня. Там где-то в стороне один рыбачок приехал. И все, больше никого нет. Вот тут везде валуны лежат. Такие места интересные, необычные. Вот тут среди них тропинка такая, рыбацкая. И выходим в интереснейшее место. Ой, чуть не гепнулся. Скользко после дождя, страшно. Вот еще один валун такой нависает. А вот спиннинг мой лежит. И вот такой этот камень над водой. Наверное, метра полтора, если не больше. Вот навес такой нависает. И вот отсюда приходится бросать с этого камня. Вот. Ну, в принципе, красивые места, красивейшие. Самое главное, что никого нет. Во-первых, что 2 октября, во-вторых, погода. Никого уже особо и не выманишь в такую погоду. Ну, охотники на хищника, в принципе, не спят. Ловят рыбу. В общем, уже где-то полодиннадцатого утра. Клев слабый. Мы только 2 рыбки споймали. Вернее, 3. Серега, щучку, я 2 окунька. Сегодня что-то слабо. Может, погода, может, еще что-то. Ну, у нас еще 3 дня впереди, поэтому надеемся. Даже не надеемся, уверены, что-нибудь словим. В любом случае. Сейчас, наверное, пойдем завтрак готовить, чаю попьем. А там посмотрим. Может, солнышко выйдет, может, клев начнется. Ну, времени у нас предостаточно, поэтому будем ждать. Будем пробовать все время. Серега меняет джиги, и блесны, и воблеры, все ставит. Ну, пока что-то тихо. Есть слабые поклевки, но тут закоряженность такая. не очень, но подну тянуть, конечно, нежелательно. Зацепов очень много. Так, есть судак, блин. Да, Серега судачка взял. Ничего такое, килограммовый. Да. Оля, позови на меня. Ура! Ну, это хорошо, уха будет отличная. Да, под килограммчик где-то есть судачок. Надо в этом моменте не сломать всю кулочку. Да. Да, я пока перепрыгивал с камня обратно. Скользкие камни. Вот ногу намочил, нырнул хорошо по колено. Ну, ничего, высох. В общем, я ушел с места рыбалки, потому что ногу намочил. Снял ботинок, сейчас он стоит, сушится. Серега остался ловить. Я переделся немножко. Сейчас иду на эту гору, монастырище. Сейчас вам ее покажу. Вот тут такие мегалиты, камни лежат просто огромные. Вот такие валуны. Вот тут тропинка такая идет. Тут, кстати, змеи бывают и очень даже не маленькие. Ну, как бы, в камнях змеи присутствуют. Это известно. Иду осторожно, потому что без ботинков снял в тапочках. Иду. Вот. Поднимаюсь наверх. Вот камушек какой огромный стоит. Тут место красивое, прикольное. На улице тепло, градусов 20, наверное. вот пришли почти на самый верх. Ну, тут летом довольно-таки посещаемое место. Народу много. Палатки ставят внизу в долине. Ну, как бы, священное место считается и даже, как бы, лечебное. Вот тут еще кто-то что-то написал. Какие-то ленточки вяжут. О! Суворо заборонено вязать стрички на горобыну. Вже загинуло две трети ритуального дерева. А, это ритуальное дерево. Стрички заборонено поэтому вязать. Не будет кому выконовать божание. Вот тут люди загадывают желание. Вот одно дерево уже усохло, видно. Только пенек остался. Люди верят в это. Вяжут. Каждый верит в что-то свое. О! Солнышко выходит хорошо. Вот такая река Ингул с этого места. У нас Серега там что-то рыбачит. Я поднялся на эту гору. Вот какие места интересные с той стороны. Такие камни как... Вроде кладка. Вот сильно напоминает кладку. Чем-то так смахивает. понятно, что это все может казаться, но вот тут поверхность вся каменная такая. Лежат глыбы. Вот как их сюда заперли. Понятно, что это не в наше время, а гораздо раньше. Кто-то эту гору построил, выложил. Ну, я не верю, что это природное образование. Вот речка бежит, кстати, внизу. Тут много перекатов, тут шумно постоянно. Шумит вода на перекатах. И вон оттуда она течет, оттуда мы пришли вчера. Сегодня так уже более-менее себя чувствуют нормально, но просыпались тяжело, потому что уставшие были и ночь, все не спали толком, как-то оно не спалось. А вот здесь сейчас я покажу. Это получается такая долина внизу. такая как бы ложбина глубиной метров 15 с пятиэтажный дом. я стою на горе, эта гора получается в долине, а вот это все вокруг уже не горы, там дорога идет, в общем, поверхность земли, скажем так. А вот это монастырище находится в такой ложбине интересной. Вот там внизу стоят люди лагерем летом, когда приезжают сюда отдыхать. Ну, так, чтобы сказать, что мусора много, я не сказал бы, баклах хватает, как везде и как всегда. Но гораздо меньше, чем в других курортных местах, скажем так. Далеко не все знают про это место. вот так оно выглядит. Ну, вот край обрыва, здесь такая ответственная стенка. дальше боюсь вставать, потому что мокрый, скользкий, можно полететь туда и очень неудобно приземлиться. Вот так. Это внизу метров, наверное, 10. Высота метров 10. вот тут камни сложены. Такое ощущение, что их кто-то ложил друг на друга и как бы щели между ними минимальные, скажем так. Интересно, просто интересно, как так природа могла сделать. Берут меня сомнения. Да ладно, это мое мнение. Вот здесь дорога видно, люди заезжают по этой дороге. Вот. вниз запускаются там такие какие-то склоны свои. Где-то эта дорога идет. Ну, мы по ней не ходили, вернее, ходили два года назад, я уже не помню. Мы спускались по другой дороге, а возвращались уже по этой дороге, поднимались и шли в сторону Пелагеевки, Софиевки. А я залез на такой камень тут, почти самый высокий из всех. И вот так сверху выглядит эта гора каменная с валунами наверху. Здесь вообще такой камень интересный плоский, сейчас перейду на него. Надо быть аккуратным. Вот здесь такая ложбинка, выемка. и люди кидают деньги на счастье, копеечки. Загадывают желание. Вот. Серега уже пришел с рыбалки, вижу. что-то наловил там. В общем, пошел я вниз, спускаюсь дальше, вернее назад. Классное тут место обалденное, место силы. в общем, рекомендую сюда просто приехать посмотреть. Вот здесь, я так понял, по четырем сторонам света насыпана пшеница. Да, там с той стороны я видел, тоже была на каком-то камне насыпана. Это какие-то ритуальные действия совершались. В общем, все. Пошел я туда, будем сейчас что-то варить есть. Наверное, будем собираться и переходить в другое место. Здесь половили чуть-чуть. В общем, будем пробовать дальше. Вот погодка налаживается, солнышко проблескивает уже хорошо. Тепло на улице, как летом. Тут валуны как пальцы стоят. ящерица. Боится меня, уходит. Тут очень много лёда растёт. также здесь много растёт террена. Он какой-то тут засохший. Там внизу он такой круглый, сочный, поспевший. А здесь что-то он засохший. Сейчас будем варить уху. Как раз тут на очень хорошую уху для двоих рыбы предостаточно. Нести её просто не хочется. поэтому сварим и съедим. Всё. Серёга рыбу почистил. Сейчас сварим уху в кастрюльке трёхлитровой. Порезали её, бросили. У нас там картошка сушёная. Мы с собой носим специально морковка, лук сушёный. Сейчас минут думаю двадцать и она будет готова. Мы бросаем всё сразу рыбу, картошку, лук, морковку. В принципе чтобы не заморачиваться. нет времени на это. Сейчас надо будет собираться потихоньку. Тем временем сварится уха. Поедим и будем выдвигаться дальше. В общем сварили уху, поели, сняли палатку, собираемся. Как назло полетела моя камера, что-то не включается, не знаю, приходится снимать на телефон. Ну думаю ролик надо закончить. Как бы воду снимать на телефон. В общем сейчас собираемся и идем на следующее место стоянки и будем там ставить лагерь. Всё, собрались. Рюкзаки сегодня примерно такого же веса, как и вчера. Взвесили. Не знаю, как я вчера взвешивал, что 26-27. Взвесил сегодня 28 килограмм рюкзачок. В общем, тяжеловато. Мы шли вчера 15 километров. Ну, это ещё были ложбины, овраги мы пересекали. Это очень тяжело с таким рюкзаком по ним идти. Тем более довольно-таки крутые склоны, некоторые затяжные подъёмы. В общем, всё. Сейчас снимаем. Серёга своё кино снимает. Я своё на остаток и будем выдвигаться. Всё, двинулись в путь. Серёга ввешал рюкзак снаружи своими шмотками, всякими причандалами, потому что-то в рюкзак не хочет всё влазить. Вчера было нормально, сегодня не влазит. Да бывает. Бывает и такое. В общем, всё, идём сейчас через небольшой лесок, вернее, посадочка прибрежная и выходим на ровную дорогу. Вот здесь тоже такое интересное место. Глыбы такие, ну, видно, как сложены. Кто-то их сложил сюда. вот. Такой навес от дождя тоже можно спрятаться. Это всё берег Ингула. Всё, в общем, с трудом продрались через прибрежную посадку. Фух, рюкзаки выше головы. ветки ветки так растут, что кроме как с приседанием не пройдёшь. Только приходится приседать. Ветки толстые, не отогнёшь. А приседание с почти 300-килограммовым рюкзаком это ещё весёлое занятие. Фух, слава богу, вышли на ровное место. Сейчас выйдем уже на дорогу. Вот тут очень интересное место. Прямо так каменный такой поток застывший. Вот, чисто камни. Это всё камни. Прикольные тут места. Даже очень. Всё, в общем, вышли на дорогу. В принципе, идём уже по ровной местности. Слава богу. Зашли в село. Собачка нас встречает. А тут как раз колодец. Сейчас будем набирать воду. В общем, набрали водички. Подъехали местные архаровцы, пацаны на МТ-шке втроём. Угашенные в дупль, короче, еле на ногах стоят. Ну, поздоровались. Почему же, наверное, месяца два не стоят. Да. Они, как увидели наши рюкзаки, они, мягко говоря, были офонаревшие. Ещё помогли нам закинуть, потому что Серёга загрузился водой. Вот. Обвешался весь идёт. У него килограмм тридцать пять на себе. В общем, продолжаем наш путь. А тут такой красивый листочек сосновый. Фух, классно. И солнце не печёт, но тепло на улице. Тепло очень. Идём в одном термобелье. Можно было даже без него идти. Но идём нормально. Наша цель – вот те вот белые бугры даже раньше. А мы направляемся в ту сторону. Идём вдоль какого-то села небольшого. В нём мы к расходу набирали. Село уже заканчивается. Нам нужно дойти вон до вот того песчаного берега белого. километра два. В принципе, сегодня небольшой у нас трек. Километров может шесть, пять. Мы хотим нормально встать. Ещё вечером рыбку половить. То ли на поплавочку, то ли на спиннинг. После вчерашнего не сильно охота таскать на себе эти мешки. Ну, как бы сегодня ничего вроде бы. Чувствуется немножко вчерашняя усталость. Но, тем не менее, идём нормально. нам не привыкать, не впервой, как говорится. В общем, осталось немного. Дойти до места стоянки и будем ставить лагерь. А тут такие зарости террена. Тут его море. идёшь по дороге то террена, в лёд. По пути вот надыбали такие дикие груши. Маленькие, жёлтые. Вот их тут куча водки мы взяли. В общем, я одну покусил. Она такая горько-кисло-терпкая. прикольная. вот подошли к камням. Такое нагромождение. А вот интересная в центре такая стена. Ну, как стена вроде бы всё. Как выложено. И вот. И тут засыпано возле неё что-то. Насып или обвал или что-то. То есть, явно не рукотворное. Что-то здесь было интересное. Сейчас пройдём дальше и там уже где-то стоянку будем организовывать. Вот пришли на это место. Тут всё позарастало. Серёва говорит вода упала. Очень всё заросло. Качалки такие огроменные. Я такие никогда не видел. Почти с пол метра длиной. Серьёзные качалочки. В общем, сейчас будем искать место для удобного заброса. Будем где-то якориться. Пойду туда гляну. Гляну что там есть. Может более открытый берег есть, чтобы не мешало нам ловить рыбу. Здесь тоже вдоль берега скалы такие монументальные. Классно. просто тишина такая неимоверная и природа очень дикая грубо говоря. Здесь редко кто бывает. Тропинка протоптанная, но люди здесь бывают редко. Рыбаки разве что. Здесь вообще такое нагромождение камней выглядит как памятник. Явно камни сложены один на один. Поднялись наверх и явно видна стена. Стена по-другому не назовешь. Сложена четко. и с той стороны точно такая же стена. Не знаю. Это какой-то проход получается. Между стенами что это было. Тяжело сказать. Но что-то было явно тут интересное. Вот поднялись еще выше почти на самый верх. И тут речка Ингул вся как на ладони. Места бесподобные. Класс. людей нет вообще. Вот видно дорога в село идет. Село где-то там. Вон видно его на этой стороне. Этот лесок который мы проходили сосновый. Вот он тянется тянется и дальше он переходит постепенно в лиственный. Ну тут небольшой еще пригородчик и дорога пошла туда в сторону Новобуга. В сторону Николаевской области. Классно. Просто обалденные места. Да, того стоит чтобы здесь побывать. Незабываемое впечатление. А вон на той стороне в деревьях спрятан чей-то домик или лагерь. Непонятно что-то такое. Село было. Село было, да? На таком склоне село разве было? Да. туда завораживался. Да. Ну видишь, тут сел уже уничтожили столько, что просто уничтожили. Вот я поднялся еще выше на самый верх. Немножко с другого ракурса вид еще изумительный и классно. Речка далеко внизу, ну примерно с высоты девятиэтажного дома. Такая высота тут камней. Вот. Это я так получается на самый высокий камень залез и снимаю. Вон коровы вдалеке пасутся. А с другого ракурса видно стоит дом без крыши глиняный рассыпается старый. Тут действительно было село с той стороны на склоне. Классное место. Да, раньше людям классно жилось красиво. Такое раздолье здесь просто словами не передать. И камерой тоже. Да, видно, но дома стоят вдалеке. и здесь видно развалины. Все уже одни пеньки пооставались, уже позарастало все. Сейчас время меняется. Окрестности тоже. В общем, все, будем спускаться вниз к лагерю, разбивать лагерь и попытаемся ловить рыбу. Вот поставили палатку. Это место второй нашей стоянки. Закинули удочки поплавочные. Короче говоря, Серега ловит со дна. Я ловлю в пол воды. Серега на червя, я на опарыша. В общем, я уже вытянул красноперку одну. Сейчас клюет в пол воды хорошо. Красноперка где-то такая сантиметров десять. В общем, пошел я посмотреть там, где мы шли вернуться назад. Места, где можно покидать спиннинг. Там у нас клюет хорошо красноперка, где мы сейчас стоим. Серега остался ловить головлика даже споймал. Красноперка крупная подошла к ладошку, а я иду посмотреть места, где покидать спиннинг. В общем, я только что ходил и увидел отличное место. Там как раз речка расширяется перед раздвоением перед островами. Очень широкая. И хорошая прогалина в камыше есть. В общем, прибежал я быстро назад, взял спиннинговые снасти, накидал их в мешок, компрессионный мешок из-под спального мешка и иду туда покидать пока еще не стемнело. Уже вечереет уже 6 часов, может даже больше. Там мы чай заварили. чтобы не ждать пока у нас спиннинг взял с собой еду попиваю. Чтобы не терять время, чтобы не стемнело. Попробую побросать. В общем, вот это место очень классное, мне кажется, для спиннингования. Ну, я не знаю, уже солнце село, но еще чуть видно. Спиннинг уже зарядил, сейчас буду пробовать. сегодня третий день нашего похода. Вчера вечером я ходил бросать спиннинг, но уже стемнело, как бы, уже рыба не брала, даже не клюнула ни разу. Кто-то из местных рыбаков подходил, сказал, что рыба вообще тут что-то перестала клевать. Ну, в смысле, последние сутки. Видать, или из-за погоды, или из-за чего, не знаю. Серега там наловил красноперки, но мы побоялись ее на ночь в воде в сетке оставлять, потому что андатры, водяные крысы, как правило, прогрызают сетку, выедают всю рыбу, поэтому мы ее засолили, подвесили, подвесили сушить соли, ну, на дерево, в общем, оставить там под деревом. Короче говоря, сейчас пол седьмого утра, приблизительно, по-моему, даже без десяти семь, я взял спиннинг, вот, иду на вчерашнее место побросать на улице, по краям как бы затягивает, тучи темные, вот, видно даже, над нами небо такое в перемешку, а там по краям темные, не знаю, я взял с собой, не промокаю, мою курточку, в общем, иду, побросаю спиннинг, по-рыбачу, в общем, пришел я на вчерашнее место, где река раздваивается, вот, она пошла, видно, дальше вправо, а здесь влево, а посредине, вот, выступ, это остров, вот, такой островок, есть, ну, не то, что небольшой, но, наверное, протяженностью под километр, может, метра восемьсот, на этом, на этом разлуче реки, сейчас буду бросать спиннинг, вот, тут такое классное место, есть камень, прямо в воду выходит, очень удобно стоять, кидать с него, но, как назло, я почти час кидаю, переменил уже столько наживок, твистеры, и веброхвосты, всякие цвета, всякие темы, вообще, клево, даже, и намека не было, короче говоря, ничего не споймал, иду на место нашей стоянки, там рыбалка лучше будет, потому что, ветер, довольно-таки, сильный, на более открытой, площадке, там, где, нет высоких скал, а там, где мы стоим, сзади скала огромная, и прикрывает от ветра полностью, в общем, сейчас буду ловить там рыбу, но уже на поплавочную удочку, довольно-таки пасмурно, в общем, ловим на поплавочной удочке, тут тоже ветер поднялся, поменялось направление, оно вдоль реки идет, и как бы немножко зацепает, ну, потихоньку клюет, но не так активно, как самого утра, чуть-чуть клев затих, небо, такая переменная облачность, ну, больше пасмурно, Серега наловил, где-то килограмма, наверное, с два уже, окуней, красноперок, таких почти, как ладошку, я только одного окуня поймал сегодня, на червя со дна, ну, ловим на опарыша, и на червя, хорошо полез, достал раколовку, короче, пустая полностью, ничего нету, вот она, раколовка моя, лежит в лошадице, вообщем, залез в воду по грудь, опять холодно, конечно, прохладно, ветер дует, ну, ничего, уже высох, нормально, жалко, что результат, нулевой, ну, сегодня рыба, как-то странно, с утра клевало, сейчас не клюет вообще, я там еще одну красноперку ладошечную вытянул, и все, и тишина, решили позавтракать, или, наверное, уже пообедать, варим супчик, вернее, варим горох, брикет гороховый, ну, бросили туда морковку, вот у нас с собой сушеная есть, морковка такая, лук есть сушеный, вот, ну, картошку сушеную, но это мы отдельно, там на уху, или просто ее варить, в общем, укропа положили, сейчас сварим, поедим, и, наверное, будем собираться идти в сторону Розановки, там уже речка пошире, там, и удочкой обычной можно ловить, и спиннинг бросать, в общем, там возможностей половить рыбы больше, и далеко бегать не надо, так как я сегодня за километр бегал, бросал, бросал, набросал, кучу всяких приманок, и толку никакого, в общем, сейчас поедим, будем, наверное, собираться, ну, все, собрались, в общем, рюкзаки упаковали, погода, конечно, не рыбацкая, пасмурно, сейчас будем переходить, Серега там мусор палит, после нас оставшийся, в общем, все, идем в сторону село Розановка, из себя порядок оставили, правда, до нас немножко мусора было, мы поубирали, но, все, идем вдоль берега, не будем подниматься на гору, чуть дальше поднимемся, вот там дальше уже кусты непролазные, а здесь метров 600 еще можно пройти по берегу, то есть, как я себя верил, это было в виду ябленькая, то есть немножко поближе пос johnson, но нужно, там после головки похорон 앉а , за счетiyorum, здесь у нас есть простоierung, это мсцепляция по берегу, мы должны eveхать, мы VAи не берега, по-су, да, прямо над бетега, в нем летом, из-за т pop-дьзикarios, то есть и полночidar,